В Волокду! Ковару! Хочу тебя. Ну, чуть-чуть. Он красавчик. Ну, чуть-чуть. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Ира! Ты, возможно, одна из самых необычных русских актрис. И мы очень хотим понять, как ты устроена. Как устроена твоя, извини, голова. Поэтому мы рядышком с тобой проведем несколько дней и попробуем это понять. Ты не против? Не против. Смотри, мы выехали из Москвы и едем в Вологду. Yes. Зачем мы это делаем? Хороший вопрос. Слушай, у меня давно была мысль о том, чтобы вернуться в Вологду. Я, во-первых, была в Вологде однажды на фестивале Voices. Там я познакомилась с одним местным невероятным художником, который делает предметы из керамики. Его зовут Ваня. И он просто, вот реально, у меня ощущение, что он какой-то такой подпольный гений. Много где выставляется, в том числе и в Японии. У него такой немножко японский стиль. Я обалдел от того, что он делает, вообще его какая-то философия. Потому что, ну, когда ты его увидишь и познакомишься с ним, мне кажется, ты поймешь, о чем я говорю. Потому что он невероятно, знаешь, из тех людей, которые… Ты понимаешь, что они говорят ровно столько, сколько нужно говорить. То есть, поскольку человек… Я так не умею, да. У вас есть объяснение, почему Ирину Горбачева любят все? Потому что, во-первых, она невероятно добрый и очень искренний человек. Вот я сейчас говорю очень какие-то глупые, банальные слова. Да, очень. Но такого просто… Как будто тренер футбольной команды. Да, да, да. Но такое очень редко бывает. И про нее по-другому невозможно сказать. А в-третьих, она невероятно ироничная. У нее абсолютно потрясающее, очень парадоксальное чувство юмора. А мне кажется, что на самом деле, люди, когда начинают друг с другом, ну, как-то вообще дружить… Ну, вот мне лично, даже неважно, вот там, скажем, какой этот человек, там, скажем, с какими он недостатками, еще чем… Если у нее есть чувство юмора, то я готов с ним общаться и дружить. Для меня это самое важное на свете. А у Ира, оно потрясающе еще наблюдательное чувство юмора. Это вообще редкий дар. Она не… Ну, как бы не шутит, просто шутит, да. Она это делает очень… Ну, как бы люди улыбаются, потому что сами себя узнают в этом. Абсолютно, когда ее смотрят. У меня подписана на тебя вторая половина. И она приходит и говорит, блин, смотри, что Горбачева сделал. Ну, какая же она умница! Последнее, что она принесла, это где ты в образе ананаса протестуешь из-за того, что почему ананасы не покупают, а только гречку. Без обид, без всяких вот этих штук. Я вас очень прошу сейчас услышать информацию и воспринять ее как можно более… принять к сведению. В конце концов, знаете, это невыносимо, ребята. Потому что… Как у морожна вы не покупаете ананасы! Слушай, это вот реально… Я подъехала к магазину. И вот тоже, знаешь, иногда бывает просто настроение. То есть, типа, в сторис смотришь просто на маски. Типа, какую маску сейчас примерить? Примерив ананас… Ну, это вот… Я не знаю. Это вот просто оно, знаешь, само по себе начинает вдруг идти. Ты придумываешь сходу какой-то образ. Начинаешь из этого образа импровизировать. И оно… Интересно, кстати, что получается иногда… Знаешь, как бы записываешь видео, и потом понимаешь так… Не, ну для сторис это как бы… Не, это видео. А, масштабное. Это чуть больше, чтобы просто, типа, один денек повисело в сторис. Ты теперь крестная мама Антона Лапенко. Мафия, да, Тип? Нет, нет, я не думаю. То есть, это было седьмое марта. В том году это репостнула Ирка Горбачева. О! Да. И ей за это вообще нереальный респект. И вообще всяческие блага. Почему она это сделала? Ну, просто потому, что ей понравилось. Я ей написал, сказал ей, конечно, спасибо большое. Мне очень приятно. Она сказала, что странно, что я не сделал это раньше. И, ну, в общем, мы там обменялись комплиментами. Фанат Лапенко. Просто я, вот знаешь, из разряда… Для меня его юмор — это, ну, вот прям абсолютно мой юмор. И его фантазия… Я просто понимаю, откуда он черпает это вдохновение. Потому что его спонтанность и импровизация — это то, что… Ну, я это понимаю. То есть я… Ну, у вас один стиль. Это такой… Монти Пайтон по-русски. Да. Абсурдизм народного… Нашла. Ты любишь Монти Пайтон? Да. Я, знаешь, какое-то время я прям смотрела и фанатела, и думала, что когда-нибудь я вырасту и буду делать что-то подобное. В какой-то момент я помню, что некоторые люди определялись… Тебе нравится «Гриффин» или смотришь «Южный парк» или нет. И всё. И в этом плане, в плане юмора ты понимаешь, что… Те, кто смотрят «Южный парк», они в порядке, да? Да. Да, да, да. Церега в порядке. Ты похожа на актрису, сразу же опровергая, если вдруг я что-то не понимаю, которая далеко не на всё соглашается. Это так? Ну, да. Только интересно, как ты это определяешь. Очевидно, что предложений у тебя полно. Ну, нет, нет, не полно. Расскажи. Последнее время было предложений где-то три. Вот. И в одном пилоте я снялась, и в двух пока не снялась. И, по-моему, и не буду сниматься. Просто я про тебя слышал, что Ира Горбачёва, она очень избирательно относится к ролям. И когда я посмотрел как раз выкладку последних фильмов на Кинопоиске, это как раз подтверждалось. Избирательно или нет? Юр, иногда выбирать не из чего, просто вот и всё. Ну, то есть это не то, что типа я такая, знаешь, разборчивая и так далее. Просто не хочется иногда впадать в амплуа определенное, в котором тебя начинают видеть и пытаются тебя туда засунуть. А это именно либо инфантильная девушка и комедия про кризис среднего возраста, типа 30 лет, где инфантильное создание встречается с реальным миром и не может с ним никак совладать. Либо жена, причем брак чаще всего не очень удачный. То есть в целом как бы я сейчас поняла, что я сыграла уже там четырёх жён с какими-то сложными взаимоотношениями с мужем. И в принципе у меня и продолжение сейчас идёт, как бы следующие там картины, обратная связь как раз. И там всё как бы то же самое. Как ты думаешь, почему так получилось? Да, потому что аритмия сделала своё дело. Бывают истории, когда фильм складывается, то есть о нём говорят, он получается, он классный и интересный. И чаще всего те люди, которые там находятся, и их открывает, ну это кино, этот типаж, он очень сильно приедается и запоминается. И его хотят повторить бессознательно. То есть из разряда типа «О, у нас есть жена, у которой там сложные взаимоотношения с мужем, или они разводятся, или после развода». То есть после аритмии у меня уже там несколько таких сценариев приходило с вот сложными взаимоотношениями. О, доставка. Если думаете, что сейчас будет реклама доставки, нет, это просто доставка из районного ресторана. Поддерживайте маленькие бизнесочки. Сидеть дома очень тяжело. Спасают настолки, конструкторы, динозавры. Ну и шахматы. Тут по вечерам заседание семейного клуба. И я всем желаю испытать то же, что я испытал пару дней назад, когда шестилетний ребёнок поставил свой первый мат в жизни. Мне. Главная штука, которой не хватает, это воздух. Я выхожу на балкон и стою. Занимаюсь я при этом несколькими вещами. Стоянием, перепиской, прослушиванием, аудиокниг. Ещё никогда у меня не было столько времени на моих корешей из Storytel. Книгу написал Пол Фишер. Называется она «Кинокомпания Ким Чен Ир представляет». Сейчас в Северной Корее управляет Ким Чен Ин. Это такой круглолицый молодой чувак, который известен по мемам про бинокль и ракету, которая летит. Он внук Ким Ир Сена. Ким Ир Сен — это основатель Северной Кореи. И вот между ними был Ким Чен Ир. Он батя нынешнего правителя и сын основателя. Он в 2011 году умер. Очень любил кино, но очень переживал, что в Северной Корее кино паршивое. А очень хотелось, чтобы оно было классно, замечательно. Как вы думаете, что он придумал, чтобы решить эту проблему? Он выкрал из Южной Кореи главного южнокорейского режиссёра и главную южнокорейскую женщину-звезду. По совместительству были бывшими супругами. Перевёз в Северную Корею, заключил, по сути, в плен и заставил делать кино для Северной Кореи. Это просто жесть. У корейцев есть старая пословица. Когда дерутся киты, спина ломается у креветки. Карантин — лучшее время для того, чтобы наконец-то попробовать Storytel. Особенно, если вы никогда раньше не слушали аудиокниги. Там часы, дни, месяцы увлекательного контента, классическая литература, литература на иностранном языке, современный нон-фикшн и даже книги по организации работы на удалёнке. Стендапы, аудиосериалы, документалистика — всё-всё-всё-всё-всё-всё — это есть на Storytel. Только начал, а ещё 12,5 часов слушал. Ускоряем, а 1,25 — это идеальная скорость. 12,5 часов превращается меньше, чем в 10. И уже гораздо легче. Датчик сна, закладочки и возможность скачать книгу, если вдруг у вас будут перебои с интернетом. Вообще вся эта красота стоит 549 рублей в месяц, но все новые пользователи могут воспользоваться всей малиной на ближайшие 30 дней абсолютно бесплатно. Внизу есть ссылка, по ней нужно перейти и наслаждаться тонной новых знаний. Надеюсь, мир не собирается заканчиваться, и все эти новые знания нам с вами ещё пригодятся. А ещё можно не переходить по ссылке, а просто взять и вот там прыгнуть. Мы в паре километров от Ярославля — города, где снималась одна из главных картин последних лет — «Аритмия». Ты как-то поменял свое отношение к работникам скорой помощи после фильма? Да нет, нет. Потому что я, в принципе, и так понимала, что это… Что это за профессия. И что людям приходится проходить. У тебя было какое-то ещё знакомство с ней, насколько я понимаю, на последних съёмках? Мы сейчас снимали сериал «Чики», который, надеюсь, выйдет в августе. И там, кстати, Лапенко тоже снимался. Где он только не наследил? Да нет, у нас он нормально. Мы были в городе прохладный, да, и, понятное дело, что… Это Кабардино-Балкария? Это Кабардино-Балкария. Ну, понятно, какие там зарплаты. И однажды, да, я ехала с таксистом, который рассказывал про свою супругу, которая работает два через два. Работая на скорой два дня и два дня она работает таксистом. И на скорой она получает оклад шесть тысяч. Ездит спасать людей? Да, ездит спасать людей, вот. А следующие два дня едет развозить людей. Эх… Жесть. Ну… Жесть, жесть. А как вы схантили ее на эту роль? Почему она? Потому что это она. Я вообще не верю в перевоплощение в кино. Ну, вообще не верю. Я… Ну, честно говоря, у меня почти заканчивается работа с актерами на кастинге. Я выбираю актеров очень похожих по характеру на своего героя, по каким-то обстоятельствам жизни, по привычкам. Вот. И дальше, на самом деле, случается документальное кино. Ты говорила, что в «Аритмии» ты почти не играла. Что типа на 90% это, в общем, ты и была. Да. Так убедительно это получилось, потому что как раз в тот момент ты разводилась. Нет, я тогда не разводилась. Это было уже после выхода фильма, то есть через полгода где-то. Ну, слушай, это же не сразу происходит. Нет, я просто проходила то, что было с моей героиней. Вот и все. Ну, то есть типа что у меня был примерно такой же период в жизни, когда мы в отношениях расходились. Вот. То есть поэтому… Ну и у Сани Яценко тоже, в принципе, он как бы точно так же, у него что-то подобное было в жизни. И мы просто… Вот нас так Боря Хлебников свел. Почему ты развелась? Слушай, знаешь, тоже вот типа почему развелась? А почему разошлись? Наверное, потому что прошла любовь. Вот и все. Ну то есть типа что-то умерло, но я это не хотела замечать вот очень долго. И вообще мне кажется, что всем людям сложно признаться себе, что ты разлюбил человека или вас на самом-то деле уже очень мало что связывает. Ну то есть поэтому люди и живут годами, и ты иногда смотришь на их взаимоотношения и не понимаешь, типа почему они до сих пор вместе, почему они не расходятся. Или у них там в семье ад. Или иногда даже наоборот, все вроде бы спокойно. Как бы все ровно и все классно. И так неожиданно почему люди расходятся. То есть у меня просто такой вот был процесс, глобальное признание того, что я там уже давно нахожусь не в том месте, в котором мне нравится. Я давно уже живу с человеком, с которым мне уже как бы не хочется жить. Вот. А что сигналы? Как понять, что это тот самый момент? Либо когда безразличие приходит какое-то. Ну вообще, знаешь, типа из разряда… Пришел или не пришел домой? Типа того. Типа того. То есть первый раз, когда мы расходились, это было ровно вот так вот. То есть когда был звонок о том, что типа я не приду ночевать, и мне было ровно внутри. Я такая, ну не придешь, не придешь. И я тогда поняла, что, а, ну все, это конец. Это и есть конец. И тогда я ушла. Ну вот. Но решила еще раз попробовать. Но невозможно, а невозможно. Да нет, все возможно на самом деле. Просто себя не надо обманывать. Вот. И предавать себя не надо. То есть не надо идти в отношения для того, чтобы доказать себе или другим еще вместе. А иногда и то, и другое, что типа нет, все возможно. Люди меняются или еще что-то. И надо попробовать. То есть я поняла, что в глубине там это было больше желание доказать себе реально, что типа все может поменяться. Не само желание, вот типа я не могу без этого человека, я все же хочу быть с ним. То есть такого прям прямого желания не было. И это я потом себе призналась. То есть я сначала такая, нет-нет-нет, как бы вот. Там еще и жалость подмешана или еще что-то. Это вообще жесть. На самом деле вот сублимировать такие чувства, мешать все в одно и идти заново в отношения, типа спасать их, это безысходная тема. Кто сказал первым все? Я. Ты готовилась к этому разговору? Нет, нет. Вообще все очень спонтанно произошло. То есть вообще не ожидала. То есть утро началось в одном формате, день происходил в другом формате, все было даже весело как бы и прикольно. А к концу дня просто вот закончилось тем, что как бы разговор от меня пошел вот. Просто про страхи, про будущее, про какие-то опасения за взаимоотношения наши. То, к чему, как мне казалось, мы можем прийти. И вот, знаешь, слово за слово, и вдруг просто, знаешь, как типа вот так вот все повскрывалось, и закончился разговор типа, ну не разряда типа, а нахуя я тебе нужен? И у меня был вопрос, а действительно зачем тогда это все дальше? Вы общаетесь? Нет. И ты грустишь из-за этого? Заметно, да? Я грущу. Ты рассказывал, что ты хотел бы, чтобы он остался твоим корешком, но… Слушай, ну я не могу сказать, что я прям грущу по этому поводу, но у меня абсолютно теплые чувства к нему. Мне бы, конечно, хотелось бы с ним общаться. Ну не прям вот прям я вот желаю с ним общаться, но если бы он захотел общаться, я бы с ним общалась. Инстаграм сейчас твой основной доход. Он же приносит больше, чем кино. Да, да, это основной источник моего дохода. А у тебя есть какой-то лимит по тому, сколько ты рекламных постов можешь в месяц выпустить? Вообще есть, есть. Я стараюсь это делать не больше двух-трех постов в месяц. Месяц? Да. Стараюсь, вот. Но не всегда это получается, потому что иногда в один месяц больше спрос, в один-другой месяц вообще нет спроса. Я правильно понимаю, что твой пост в Инстаграме стоит в районе 300 тысяч рублей? Да, да. Как у тебя изменилась в последние годы твоя жизнь с точки зрения кэша? Стала ли ты состоятельной леди? В целом да, я думаю, что да. Да, не думаю, а да, конечно, да. Вот, то есть я стала в разы больше зарабатывать, чем это было, допустим, до моей популярности в Инстаграме. Благодаря Инстаграму мне удалось заработать денег и купить себе квартиру и сделать в ней ремонт. Квартира, где мы тебя забирали, это первая квартира? Да. Мы можем сказать, да, что это двушечка? Двушечка. Двушечка. Двушечка моя. Не в центре? Но двушечка. Но моя. Назови последнюю штуку, над которой ты ржала. Есть такой киевский один персонаж Бубудук. Бубудук? Бубудук, да. Посмотри, он делает такие видео, где он пародирует, можно сказать, неандертальца. То есть он как будто бы дикарь, говорит на каком-то карабахском языке и очень смешно сам себя озвучивает. Жила-была девушка и парень, поженились, родили 30 детей и умерли не своей смертью. Теперь мне нужно забыть, что я писал. Болит выше шеи. О, новая книга. Жила-была и умерли. Стиль Толстого. И это... Нет, он очень-очень-очень смешной чувак, кстати. Вот в плане... А произнеси еще раз. Бубудук. Слушай, а ты уверена, что Бубудук, которого ты нам посоветовала, он так произносится? Нет, он произносится «бай-бай-дак». А ты просто вот так... Просто я его все время называю Бубудук. Я просто сначала подумал, что вот чувак обрадуется, что Ира о нем рассказала. А его никто не найдет. Да, его никто не найдет. Бай-бай-дак. Самый забавный запрос по рекламе, который тебе прилетал? Ой, слушай, вот как раз у Димы Иванова, у него... Он сказал, говорит, я когда-нибудь книгу напишу о самых-самых интересных запросах. Потому что запросы до сих пор приходят различного характера. И один из самых был, это, наверное, депиляция на лапке. О-о-о. Ну то есть... Интимная бритва, да? Ну да, нет, не бритва. Вот просто прям, типа, депиляция... А, косметолога, то есть. Вот, и даже не косметолога, а именно конкретно услуги. Вот, типа, у нас, как бы, самая-самая классная депиляция в плане бикини. Больно. И интересно, ребят. Нет, это можно подумать, раскрутить как. Слушай, ну это же можно смешно сделать. Да, конечно, можно. Нет, серьезно. Можно и смешно, и креативненько, и симпатичненько. Но... Пока нет. Пока нет? Пока нет. Да. Я отращиваю, будем так называть. О-о-о. Ну, готовишься. Да, я готовлю. Я пока готовлю. Чтобы, знаешь, здесь уж жахнуть, так уж жахнуть. Чтобы... Это хорошо. То есть, знаешь, это... Типа, ну ладно, хорошо, я не буду фантазировать. Нет-нет, давай-давай. Просто фантазия пошла, и ты знаешь, как... А что это могло бы быть? Давай подной. А это я могла бы стоять в бикини... В бикини, знаешь, я бы типа… В закрытом или в бикини, в купальнике? Нет, я была бы в купальнике в бикини, и у меня бы как бы между ног была бы длинная чёрная коса, привязанная к автомобилю, я бы вот так вот, знаешь, как эти мужики… Я бы тащила на себя автомобиль, и знаешь, и просто поворачивалась, и дальше там был бы голос какой-нибудь… Прекратите! Всё-таки думаешь, что так будет лучше, ну или что-нибудь вот в эту сторону. Хорошо. Да-да, то есть мне на самом деле, если в плане трэша, у меня реклама в голове работает гораздо быстрее и интереснее. Вообще люблю, когда… Я вообще обожаю смотреть рекламу, я люблю японскую рекламу. Вот японская реклама меня просто поражает. Мне кажется, что наш рынок рекламы не понимает немножко кое-каких штук, ну в каком стиле можно работать, и какие вещи можно рекламировать гораздо интереснее. Просто, ну как бы прикол-то рекламы в том, чтобы максимально привлечь внимание к продукту. Дальше человек будет уже там разбираться, типа, насколько он для него там подходит. Но самое главное, чтобы просто тупо он запомнил эту картинку и ещё лучше рассказал, типа, блин, видел эту идиотскую рекламу. Даже если человек говорит идиотскую рекламу, реклама уже работает. И японцы в этом плане, то есть это… И там знаешь, синхрончик танцевали! Тут они тебя сделали! Тут там такие яркие рекламы, ну то есть и они реально креативные, и они действительно всегда запоминаются. Либо наоборот. Я смотрела в Америке, когда идет трансляция футбола, и считается, что это самая дорогая реклама. Да, Супербол. Там очень интересные рекламы. То есть некоторые рекламы, как обычные, ты так типа, и чего? А есть те, которые... Одна из самых запоминающихся реклам, которая была, и я ее реально запомнила до сих пор, это Зоя Кравец рекламировала пиво. Она в горах, там, значит, в тишине, с микрофоном на столе. Ну, то есть, а это горы, то есть природа. И она там типа, что-то шепчет, типа, открывается. И ты слышишь вот это вот в горах. Короче, и плюс еще Зоя Кравец. Ну, то есть, это настолько приковывает внимание, и ты так хочешь выпить это пиво, что я реально запомнила только одну единственную рекламу. И я считаю, это гениально вообще. Это прям вот тут ребята, молодцы. Ну, в принципе, коса с автомобилем тоже будет запоминающейся. Нет, это бы захотелось всем, кто вокруг был находился, понимаешь? Они бы скинулись бы просто на... Следующее предложение. Ир, а давай? Громкая связь. Если кто-то не в курсе, это русский фильм, который снят по сценарию итальянского, ремейка итальянского фильма. Ты действительно не смотрела итальянский фильм перед тем, как... Нет, и до сих пор не посмотрел. И до сих пор... О, интересно твое мнение. Я потому что только вчера посмотрел «Громкую связь», а «Идеальных незнакомцев» я посмотрел как раз одновременно с «Премьера русского». «Громкая связь» — это фильм про то, какие тайны хранят мобильные телефоны, и про то, как часто вторые половины, партнеры, хотят в эти телефоны прорваться. Вот смотри, у нас есть вечный спор с Серегой. Мы возим его из одной командировки в другую, и, в общем, из одного застолья в другую, и мы хотим с девочкой его проговорить. Серега... Серега, я же тебя не сдам сейчас, нет? На тему. Серега говорит, «Юрец, любая девушка хочет оказаться у тебя в телефоне и проверить, не конкретно у меня, а у своего парня, проверить, что там написано. Она всегда втихаря читает твой телефон». Просто умная девочка... 90%? 90%? Окей, ну это почти любая. А я ему говорю, «Серега, я тебе честно скажу, что у нас точно не идеальные отношения... Серега идеальные». Нет, я про вторую половину. Не идеальные отношения, но для нас забраться, прочитать чужую переписку, это то же самое, вот то же самое, может быть, чуть-чуть меньше, на капельку, но почти то же самое, как потрахаться с другим парнем или девушкой. Это реально равносильные изменения. Потому что нельзя вторгаться в личную переписку. Это святая вещь. И Серега говорит, «Юрец, тебе врут! Тебе врут все эти годы! Ты самый наивный лопушок на свете! Вот! Рассуди! Бывают ли девушки, которые не хотят в мобильный телефон своего парня или мужа, и при этом у них нормальные отношения? Это не значит, что они охладили друг другу? Да, уверена. И у меня как бы есть и подруги такие, и я такая, наверное. Забиралась ли ты в мобильничек когда-нибудь либо к парню, либо к мужу? Знаешь, у меня это было один раз, и это было прям ровно в точку. И это, я тебе скажу, что это не типа паранойя какая-то, это просто, ну, у меня связано с интуицией. То есть я как бы вообще, мне кажется, такие вещи чувствую. То есть я могу понять точно, понравилась ли какая-то девушка, с которой общался мой парень, или не понравилась. Даже более того, я могу, в принципе, понять, насколько понравилась она, и насколько ей он понравился. Страшновато. Да, потом даже бывали как бы случаи, когда это все подтверждалось. Так, то есть ты почувствовала, что у парня где-то там слева есть интересы? Да. Выстраивается какое-то действие? Даже ощущение того, что что-то либо произошло, либо вот-вот произойдет, как бы вот такая тема. И ты, когда он был в ванной? Нет, это не было когда он был в ванной. Когда он спал. Да нет, я не помню, на самом деле, как это было, но это было вот прям конкретно, чуть ли не открытая страница ВКонтакте. Вот, и просто я такая, типа, и прям. Хочу тебя. Не, не хочу тебя, но как бы переписка, в которой понятно, что что-то было, фотографии, там, все эти дела, и как бы я понимаю, что... Вы разошлись? Да, я ушла, но потом вернулась. Это был муж. Это был муж. Ты прощала измена? Как мне казалось, да. Как мне казалось, мне очень хотелось простить измену и сказать себе, что, типа, это возможно. Это невозможно. Мне кажется, вообще невозможно. Вот я, ну, для себя понимаю, что мне кажется, вообще невозможно. В моем случае точно нет. Это реально, знаешь, как, типа, вот чашка стоит, она раскололась, но, типа, не развалилась. И ты делаешь вид, что она, типа, да это целая чашка просто поверну другим углом, а ты все равно понимаешь, что там все, вот, ну, как бы... И либо будешь замазывать ее, но она все равно развалится, на самом-то деле. Вот. И я, как бы, я пыталась, вот, как бы, представить себе, что нет-нет-нет. И я в таком аду, на самом деле, существовала, там, типа, полтора-два года жизни. Есть примеры, как бы, там... Я знаю примеры людей, которые, знаешь, там, типа, вот она знает, что он изменил или изменяет периодически даже так. И все равно находится с ним. Я вот это вообще не понимаю. Ну, то есть, типа, не понимаю, и, наверное, даже не принимаю вот такой факт насилия над собой. Вот, потому что я через это прошла. То есть я, как бы, реально... Ну, это ад. Ну, это ад. Потому что тебя потом начинает тот другой человек преследовать. То есть он, типа, просто где-то появляется. Он мерещится везде. Ну, нет, он не мерещится. Он может тебе присниться. Он может... Ты можешь его встретить где-нибудь, потом тебя, потом еще раз встретить, потом, блядь, еще раз встретить, потом вы можете на кастинге встретиться даже на одном. Ну, то есть это... Это жесть. Даже когда время проходит, ну, то есть ты все равно понимаешь, что этот человек триггер. И только когда мы вообще разошлись, этот человек перестал быть триггером для меня. А как ты думаешь, ты не можешь просить именно вранье или вот чисто вот то, что чувак был в другой девчонке? Ну, какая-то такая чистоплотность? Нет, ну, это и то, и то. Это не может быть такое даже. Это просто... Даже если, знаешь, тебе будут рассказывать, что это было по пьяни и все дела. То есть даже, знаешь, как бы... Все равно это сигнал. Но потом я эту тему вообще очень глубоко прорабатывала, потому что я поняла, что я привлекла сама к себе очень такой сильный страх. То есть у меня был очень большой страх, что мне изменят. Реально. Вот я не знаю, то есть просто из-за того, что у меня там у папы были с мамой сложные взаимоотношения. Вот. И такая тема была в нашей семье. И для меня это было, вот, знаешь, какой-то прям типа «Только не изменяй мне!» Произносила такие речи про то, что типа «Если ты мне изменишь, то я это не прощу, никогда не прощу это, я не прощу, я уйду» и все такое. И периодически это возникало. И я понимаю, что так или иначе я конкретно привлекла к себе эту ситуацию. То есть паранойя материализуется? Конечно, абсолютно. Я никогда не понимал, почему большим актерам или режиссерам так важны конкурсы. Ты это понимаешь? Да, я понимаю, но, знаешь, даже больше не конкурсы, сколько награды. У меня был опыт, когда был кинотавр, это вот во время аритмии. Я вообще, я тебе говорила о том, что я не люблю конкурсы в плане вообще как вида такого состязания среди творческих людей, потому что считаю, что невозможно реально выбрать лучшего. Широкое с высоким сравнительно. Ну, как бы да. Ну, то есть типа этот такой я снял фильм, этот такой. и как можно сказать, что типа, чей фильм лучше. То есть это все дело абсолютно вкуса. И я понимаю, что в моей жизни произошел какой-то вообще самый волшебный момент, что я увидела фильм на фестивале, я почувствовала какой-то нереальный восторг от того, что все в моей жизни, вот реально все как будто бы сложилось, и дальше, типа, у меня может что-то получиться, может не получиться, но типа одна вот картина у меня уже есть. Потому что большой, классный фильм. Да, потому что это прям кино. И я с этим настроением в принципе и шла вот когда на церемонию вручения, то есть я такая иду, типа, легкий пофигит. Вообще, типа, расслаблюсь, потому что у меня все случилось, мне ничего не надо, мне не нужны никакие награды, мне все хорошо. Никто мне, чтобы не говорил, что я типа самая классная и прекрасная. и вот этот момент, когда, знаешь, все нарядные, и ты сидишь, и действительно тебе как бы вот реально вот вроде бы по барабану все. И в тот момент, когда появляется человек с конвертом и начинает его вскрывать, ты чувствуешь, вдруг в тебе начинает вот подходить что-то непонятное, и ты так типа, и я понимаю, что так тихо-тихо-тихо, я уже, знаешь, типа жду, жду, жду. И так тихо-тихо-тихо-тихо, и когда говорят не твою фамилию, то есть я понимаю, что в этот момент я начинаю держать лицо, что я начинаю держать Мину, то есть я прям начинаю улыбаться, радоваться за другую актрису, а при этом у меня внутри абсолютное расстройство, тотальное расстройство, то есть минут пять назад мне это было не нужно, как бы, то есть у меня типа все классно, прошло пять минут, конверт открывается, называют мне твою фамилию, и я уже расстроена, и я уже иду, значит, в гостиницу такая, типа, мне кто-то, знаешь, вот это вот по плечу, типа, Ир, вот, ну как бы, ну вообще это, ну, и вообще, вообще забудь про эти все награды, кому они нужны, ты классная актриса, и ты так, типа, спасибо, да ребят, ну конечно, ну бред, бред, и ты идешь в гостиницу и начинаешь рыдать, рыдать, и начинаешь рыдать, как ребенок, потому что тебе не дали эту, эту заветную игрушку, эту куклу, которую, знаешь, типа, а знаешь, тоже какое чувство рождается, что типа, все, больше никогда не будет, никогда, никогда, мало того, что мне так портануло, что, знаешь, типа, я снялась в фильме, так теперь, ну, чтобы такое еще со мной произошло, и меня там, ну, не знаю, там, выделили, или я там поехала на такой же кинофестиваль, и меня отметили, вот ощущение, что типа, больше никогда, что это последний был раз в твоей жизни, и он не случился, то есть, Золушка не превратилась в Золушку. И ты рыдала. Я рыдала, я рыдала, но потом я ржала, потом я ржала, и я не могу сказать, что мне было стыдно, но я потом ржала, потому что я прям увидела этого ребенка, и я такая думаю, вот это, вот это прикол, вот это прикол, то есть, насколько все же внутри, насколько мы дети, насколько мы зависимы от поощрения, от похвалы, особенно с точки зрения именно коллег и индустрии, потому что одно дело, когда тебя хвалят зрители или родители, и ты как бы, да, 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 но там есть, какая-то, знаешь, ну, типа, своя когорта, вот среди своих. у тебя есть опыт или пример, когда ты смотрела на чью-ту игру, либо в театре, либо в кино, и говорила, вот это недостижимый уровень. Да. Расскажи, пожалуйста. У меня вообще есть две актрисы, которые для меня, ну, можно так сказать, путеводные звезды, вот, те актрисы, на которых я смотрю, и внутренне всегда мне хочется на них равняться. это Мэрил Стрип и Фрэнсис Макдорманд. То есть это две абсолютно живые, самобытные, талантливейшие актрисы, вот, глядя на игру которых, вот у меня, прям, порой, я такая, типа, ну, как бы, это невозможно повторить. Вторая дама, это которая играла в три билборда Эббетси? Да, да, да. А где она играла до этого? Слушай, у нее очень много фильмов, ну, там, после прочтения «Жечь», «Фарго». С ней есть сериал, называется «Что знает Оливия». Это сериал из четырех серий. И мне кажется, что там она сыграла гораздо круче, чем даже в билбордах. То есть просто, прям, нереально круто она сыграла там. Так, а Мэрил Стрип? Слушай, Мэрил Стрип, мне кажется, вообще, какой фильм с ней не возьмешь. Она настолько эталон качества, то есть типа актрисы, которая с молодости идет вот так вот. И первый фильм, который для меня вот стал, знаешь, каким-то таким с ней... Ну, как бы вот вот в этом фильме, когда я ее увидела, вот мне прям просто все, я поняла, что это это Вышак. Это Крамер против Крамера. И там у нее вообще небольшая роль, но там есть пару сцен, которые, ну, глядя на которых, ты просто их перематываешь, чтобы пересматривать, потому что, ну, то есть ее игра, это, ну, это за предели вообще. Назови, пожалуйста, трех лучших русских актрис. Аня Михалкова. Ого. Троянова. Машка Машкова. Да, я забыла упомянуть Иру Старшенбаум и Олесю Жураковскую. Кто такая Олеся Жураковская? Олеся Жураковская это украинская актриса. В Украине она известна, вот, в России она известна, но не так сильно. Я ей просто восхищаюсь, потому что, ну, я была на ее спектаклях разных, и на некоторых я была, на одном спектакле была аж три раза, вот, потому что человек своей игрой меня так вдохновляет, и я просто, знаешь, когда ты смотришь на другую актрису и просто, типа, господи, господи, это нереальный талант, это спасибо. Но она не снимается в русских фильмах? В фильмах нет, в сериалах иногда да. У Иры Старшенбаум при этом нет актерского образования? Да, нет, по-моему нет, по-моему нет. Ты не считаешь проблемой, когда у человека нет актерского образования? Почему это должна быть проблема? Я вообще считаю, что все абсолютно индивидуально и как бы конкретно, в конкретном случае надо разговаривать. Ну, то есть, типа, невозможно сказать, что необходимо обязательно заканчивать театральный вуз, чтобы быть классным артистом, потому что есть артисты, которые поступают в театральный вуз, будучи просто какими-то одаренными индивидуальностями, а выходят какими-то деревянными солдатиками. О! А почему? Почему? Ну, много составляющих, разные педагоги есть, есть педагоги, которые могут действительно понимать, ну, знаешь, как по призванию, да, люди, то есть, есть педагог по призванию, то есть, который чувствует твою природу и пытается ее сохранить, но немножко здесь, типа, сейчас мы тут подожмем, тут чуть-чуть ярче, а вот ты можешь и вот это сделать, и ты можешь это. А есть педагоги, которые, типа, из разряда, я знаю, что тебе надо из разряда, ты будешь вот, тебе надо вот это, точно это играть, и тебя туда начинают, допустим, тащить, а это не в твоей природе или не в твоей индивидуальности, и некоторых студентов реально ломают, ну, то есть, типа, грубо говоря, у нее внешность героини, и ей говорят, ты должна играть героические роли, а она острохарактерная, но при этом внешность очень такая, знаешь, типа, как у героини, то есть миловидная, худая, чаще всего. Марго Робби какая-нибудь. Возможно. Ну, то есть, это все вот такое вот, а человек просто там, у него комедийные дары, и она устрохарактерная, и она вот в эти роли идет, ей хочется, а педагоги могут это ломать. То есть, там могут просто обломать индивидуальность. Да, да, и такое очень часто происходит, что студенты, которые выходят из театральных вузов, это не везде, не всегда, но зачастую, вообще иногда выходят потерянными, они вообще не понимают, типа, то они, как они играют, хорошо они играют, плохо они играют, наигрывают они, не наигрывают. Иногда вообще не понимают, что они очень наигрывают, потому что есть разные школы, вот, и в них разные системы. И система, к сожалению, чем более, чем более категоричны педагоги в каких-то историях, тем больше все становится похоже на консервную банку. Ох. Да, где вот, типа, вот так надо, а вот так не надо. Знаменитый образ из инстаграма, где ты актриса, которая консультирует. Откуда он списан? Что это за движение? Открыла и выбила. Это не просто так. Нет. Сначала увидь. Увидь, заметь, захоти. Это? Боже мой, да это Венера Милосская. Это может быть мужчина. Нет, 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 нет. Я вас не открою, потому что вы будете опустошены. Это, знаешь, собирательный образ некоторых педагогов, вот, но в целом, конечно, есть один педагог в театральном институте, я не буду называть фамилию, с которого, как бы, немножечко, вот, в плане манеры был списан этот образ. Из твоего института? Да, и добавлено еще чуть-чуть, 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 в плане вообще вот этого посыла и подачи. Она в курсе? Нет, не думаю. Как ты думаешь, если она узнает, она обидится? Нет, не думаю, не думаю. У тебя были сложные отношения с семьей, с отцом и с двумя братьями. Но я правильно понимаю, что в последние годы ты активно занялась тем, чтобы эти отношения пересобрать. Да. Во-первых, почему ты решила это сделать? Во-вторых, как тебе это удалось? Я, знаешь, благодаря своему учителю я открыла такую тайну, что если в твоем ближнем круге, в самом ближнем круге нет гармонии, нет хотя бы худого Дамира, ничего классного у тебя не будет. Ну, то есть, может быть, у тебя будет классно с точки зрения тех людей, которые могут на тебя смотреть и думать, типа, о, да, она там снимается в кино, у нее там то, пятое, десятое, а в личной жизни какая-то неа. И ты можешь как бы думать что угодно, что типа, ну, это потому-то, 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 да нет, потому что ты не наладил взаимоотношения со своим ближним кругом. Даже если ты считаешь, что виноваты твои родители, а ты ни в чем не виноват, ты белый, пушистый, то еще больше нужно задать себе вопрос, а ты уверен, что ты белый, пушистый, ты уверен, что ты действительно не провоцировал ситуацию, ты уверен, что тебе не за что просить прощения. Вот так. Давай по пунктам. Смотри, брат, сломанная переносица, травмы самых разных уровней тяжести, это все ваши взаимоотношения в подростковом возрасте. Вы просто махались жесточее. Речь про двойняшку. Да, да. И старше, мы все втроем. А, то есть у вас прям был микс-файл. Абсолютно. Переносица у тебя была сломана? Да, да. Ты ломала им что-нибудь когда-то? Я брату Игорю разбивала голову, Денису я не знаю, что, вот. Ну, у нас были травмы серьезные. Как ты стала эти отношения собирать? Еще несколько лет назад ты говорил в интервью, что они не ходят на спектакли. Батя тоже не выбирался, а ритмию не смотрел, потому что, ну, как это там, 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 грудь голая. Потом посмотрел, посмотрел. Что ты сделала? Вот расскажи пару шагов, которые ты сделала, чтобы сейчас все стало сильно лучше. Ну, вот опять-таки, через долгие какие-то, знаешь, расчехления, моменты. Ты позвонила? Я позвонила. Изобилов приехала? На самом деле, это все через раскаяние. Все через раскаяние, все через покаяние. То есть, когда я действительно поняла, что все нормализуется только тогда, когда я попрошу прощения у каждого. И причем с каждым еще с тем, кто вокруг меня уже дальше пошел. Ну, то есть, типа, не самый ближний круг, а дальше, 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 дальше. То есть, это был прям список людей, перед которыми мне надо было покаяться. Ты просто приезжала или назначала встречу? Нет. С папой и с братьями, я разговаривала по телефону, потому что папа не был в Москве. То есть, в принципе, я могла поехать, но я понимала, что я то же самое могу сделать по телефону. Это было дико страшно. Это было нереально страшно, потому что у нас как бы наладились взаимоотношения. То есть, типа, в принципе, там, как бы мы созваниваемся, мы там друг к другу говорим, я тебя люблю, а у меня там фига в кармане. Ну, то есть, по этому поводу. То есть, все равно я внутри его там обвиняю в чем-то, обвиняю даже в смерти мамы, в том, как он себя вел, злюсь на него и где-то в чем-то не уважаю, естественно. То есть, это все как бы такой один комок. И я поняла, что с сегодняшнего момента я могу все это просто, просто разрулить. Ну, то есть, тем, что я, ну, внутри себя почувствовала это раскаяние. То есть, я поняла, что мне есть за что у него попросить прощения. И именно за эту нелюбовь. Именно за то, что я его ненавидела, за то, что я его где-то презирала, за то, что я его обвиняла внутри, за то, что, то есть, я все время в него посылала какие-то, знаешь, такие, типа, прям... Презрение. Презрение, да. И, а время прошло. Время-то прошло. И он поменялся, и братья поменялись, уже все-все другие. А я делаю вид внутри, что я все понимаю, что мы все поменялись, но на самом-то деле, я-то как бы понимаю, что никто ничего не поменялся, и он все такой же, или еще что-то. То есть, и мне пришлось, вот я говорю, вот это все говно из кармана вытащить, сказать, ребята, вот у меня к вам говно. Вот я к вам вот так вот относилась, и больше не хочу этого делать. Простите меня за это. И я благодарна вам, и я вас люблю, и я хочу с вами дружить. А как они вас приняли? Это же максимально спонтанный разговор. Ты просто звонишь и начинаешь каяться. Блин, я надеюсь, папа меня вообще простит, потому что папа мне периодически говорит о том, что типа, Ир, тебе не кажется, что ты много откровенничаешь? то есть, типа, и... Ну, чуть-чуть. Как зовут Батю? Толя. Анатолий. Ну, чуть-чуть. И это очень полезно. Это реально очень полезно для других. Я собралась с мыслями, я поняла, что я хочу сказать, но перед этим вот мне мой учитель сказал очень классный рецепт на самом-то деле, то, что обязательно нужно перед тем, как ты разговариваешь с любым человеком, хочешь перед ним извиниться или покаяться, обязательно надо посидеть и просто все свое внимание собрать внутри сердца. Вот прям вот не в голове, потому что в голове так страшно, просто нереально. Там такие тараканы бегают, там типа, не звони, он подумает, ты сумасшедшая, он подумает, с тобой что-то происходит, он может подумать, что ты хочешь, не знаю, сейчас попросить прощения и выпрыгнуть из окна, все что угодно. То есть эти тараканы, они просто наваливают, типа, не надо этого делать, не надо. И я понимаю, что страшно не мне, страшно реально вот этим тараканам, которые имеют надо мной власть и которые сейчас просто перестанут ее иметь. То есть реально они рассосутся. И когда ты собираешь внимание внутри сердца и говоришь просто от чистого сердца, то есть сначала говоришь, типа, папа, я тебя люблю и все, что бы я сейчас не сказала, просто знай, что я тебя люблю и даже если после того, что я тебе скажу, ты перестанешь со мной разговаривать, я буду добиваться твоего прощения сколько угодно и просто приползу к тебе на коленях. И дальше ему просто говорю, что я чувствовала и чувствую. Для папы, конечно, это был шок. То есть он вообще не ожидал этого. Он вообще... Он вообще... со своими делами. Абсолютно. И с утра... А я понимала, что я не могу выйти из дому даже, не поговорив уже. То есть это настолько во мне понимание того, что сделай это. Просто сделай и отпусти это. Все, хватит. Хватит выяснять отношения. Хватит выяснять, кто был прав, кто был виноват. Вообще это не имеет значения в сегодняшнем дне. Сейчас у тебя есть шанс просто начать другую жизнь со своими родными. Сколько телефон разговора длился? 50 минут? Я думаю, что часа полтора, два. И в конце я просто плакала, папа плакал, и мы говорили, как мы друг друга любим, обожаем. И папа просто говорил, я так хочу, чтобы ты, в общем, приехала, и я просто посажу тебя на коленки и буду обнимать и гладить по голове. И я узнала столько, точнее, я узнала, насколько он меня любит в этом разговоре. То есть для меня это было все время как будто бы, как будто бы, нет, ты меня недостаточно любишь или недостаточно любил, я недостаточно хороша. А он такой закрытый человек, который мало про что с вами говорил в детстве. он не закрытый человек, но он мужчина. И мужчины чаще всего все же не эмоциональное, не тактильное. То есть его тактильность проявлялась всегда вот так вот, типа, ух ты, ух ты моя мороная, ух ты, ух ты, за сливку сделать, что-нибудь тебе задушить, что-то как-то. То есть, понимаешь, я понимаю, что это реально его проявление любви, но для меня это было просто такое, типа, папа, ай, больно, ай, папа, хватит чикотать, я же сейчас умру. Да, и вот он, он вот такой, он такой. А просто у меня, ну, получается, папа не такой эмоционально, тактильный, да, и за это отвечает женщина в семье, на самом деле, да, за эмоции, за тактильность, за ласку, за такой вот. А бабушка, она воспитывала какую-то часть пути, и бабушка тоже не эмоционально, ну, она не тактильная тоже, она достаточно такая холодная, то есть, вся ее любовь, это только в заботе и в проявлении, вот прям, типа, приготовить еду, то-то, то-то, и это реально любовь, но мы-то дети, ну, нужна, нужна ласка, нужна тактильность, то есть, мы через это понимаем, насколько нас любят, а когда этого нет, тебе кажется, блин, да меня, наверное, не любят, и мне надо заслужить любовь, и вот ты начинаешь свой поход заслужить любовь у всех, в профессии, в отношениях. С братьями примерно так же получилось? Да, на самом деле, у меня с Игорьком в целом, мы всегда были на связи, это мой брат-двойняшка, и у меня с ним, у меня с ним уже были какие-то иногда, ну, до этого разговоры, и то есть, в целом, мы на одной волне, ну, то есть, мы можем даже там иногда не созваниваться, не общаться, но у нас как бы все равно эта волна внутри, то есть, у меня нет к нему претензий, и у него нет ко мне претензий, а вот со старшим, с Дёсей, у меня, я его вообще прям даже ненавидела, наверное, я прям его и презирала, и вообще, прям, это не мой брат, это так, типа, и потом мы как бы наладили отношения, ну, так, встречаемся, разговариваем, но я прям, типа, вообще, блин, просто, просто кто это, вот так вот, то есть, такое презрение, просто потому, что не простила, там, какой-то момент в юности, который он в итоге, оказалось, даже не помнил, он такой, Ира, прости меня вообще, я даже не помнила этого, я, я, естественно, не хотела этого, ну, для тебя, но как бы, я понимаю, что я сбрасываю во всей этой истории себя ответственность, то есть, когда ты считаешь, что кто-то виноват, ну, то есть, или они неправильно себя вели, то чаще всего ты вообще не берешь ответственность за ситуацию, на себя, то есть, ты себя прям считаешь ангелом, а все остальные просто какие-то мудаки, а это не так, я знаю, какая я была, я знаю, что мне палец в рот не кладит, что я могла вывести мертвого просто из себя, ну, то есть, типа, своими словами, то, как я могу сказать, как я могу прям, знаешь, типа, тебя вывести из себя, ну, то есть, типа, унизить в том числе, и я, конечно, что сейчас я понимаю, что я абсолютно по адресу получала по шапке. Ух! Юрий будет дуть, дуть, будет Юрий! Я поехал в Сихвою, то есть, я видел вот эти вот огромные деревья. Да, круто? Просто нереально, это, это, это одно из сильнейших, наверное, впечатлений от природы, которые я видел после Казахстана. это нереально круто, то есть, это деревья, которые ты понимаешь, что, ты, ты даже не представляешь, сколько оно стоит на этой планете, потому что, там, знаешь, из разряда какая-то его маленькая часть, и типа, вот в это время уже был Иисус. То есть, оно, ну, я не знаю, сколько там тысяч, тысяч лет этим деревьям, но они настолько огромные, то есть, то, что вот, когда говорят, что, типа, вокруг них становится, там, типа, 10 человек, и 10 человек, взявшись за руки, еле-еле могут там сцепиться. Вот это вот такое, и их не так много, и там вообще нереальная какая-то атмосфера, такая полумистическая, потому что ты поднимаешься в горы, высоко, и то есть, вроде бы ты сначала был в тепле, а потом бах, и вокруг тебя просто снега, блестящий, хрустящий снег, и вот эти вот деревья, это нереально. Секвои в Штатах, это, возможно, самое красивое впечатление от природы, которую ты видела, после Казахстана. Да. А что ты увидела в Казахстане? В Казахстане я увидела степи, степи Казахстана. Ну, не знаю, у меня реально было открытие. Как бы я понимаю, что степь, это тоже стихия. То есть, если есть вода, стихия, есть горы, для меня это тоже стихия, лес, это тоже стихия огромная. А вот степь, это когда, ну, вот прикинь, там у нас были места, где мы ехали минут сорок или час, вот просто блин. И ты понимаешь, что вокруг нет ни горы, ни деревьев, ничего, и ты просто, вот просто блин, и просто вот так вот вокруг один горизонт. И ты на нормальной такой скорости едешь, вот, я говорю, минут сорок, сорок пять, час, не видя вообще никаких возвышенностей. Это такой сюр, это такое нереальное ощущение, и ты понимаешь, что это дно океана. То есть, все эти впадины в степи, когда ты идешь, 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 и потом бах, и там впадина. То есть, вот оно, ровное поле, а там оказывается разлом. А что там дело? Ты снимался? Нет, мы с моим учителем ездили по святым местам. Можно сказать, что и подзарядиться, и как-то побыть в тишине, и в переосмыслении, потому что мы были в четыре дня, мы ездили по разным местам. Мы были без связи, без цивилизации, без душа, без всего. Ну, то есть, мы ночевали в домиках Шаракши, это смотрящие за святыми местами. То есть, ну, грубо говоря, ты приезжаешь, там просто комната, столик такой длинный, вот, за которым все едят, пьют чай, и в этой же комнате все берут такие матрасики, и все, кто приехал, ложатся спать. Учитель, давай подробнее поговорим про него, про нее. Да. Как вы познакомились? Я хочу понять, кто это, поскольку очевидно, что степень влияния на тебя очень большая. Как вы познакомились, и при каких обстоятельствах? Мы познакомились через мою крестницу, вот, ходила к Анне, вот, ее зовут Анна. Через время, там, я начала узнавать, типа, кто, что, вот, вы там, типа, практикуете. Ну, то есть, крестница со мной начала, Леля начала со мной делиться, вот, тем, что в ее жизни начинает что-то меняться, происходить, просто потому, что она занимается и практикой, и разбирает ситуации, и становится честнее по отношению к себе. И я такая, так-так, наверное, мне надо, наверное, мне надо. Ну, вообще, на самом деле, я тебе скажу, мне очень везет на людей. То есть, я прям реально встречаю все время в какие-то, особенно переломные моменты жизни, людей, которые меня, мне помогают, меня настраивают, перенастраивают. И все это, история про то, чтобы ближе быть к себе. Она практикует как кто? Как психолог? Это и медитация, это и разговоры, это и практика в плане, ну, то есть, есть медитация активная, вот, а есть неактивная. То есть, это, ну, даже это не медитация, это прям практика. Так, а если бы у нее была визитка, или если вдруг она есть, то что на ней написано под именем, фамилией? Я думаю, что, я так не могу сказать, учитель, мастер рейки, друг. Ты стала к ней ходить как к человеку, который может помочь разобраться в себе. Да, да. То есть, это ближе к психологу? Да, да. Ну, как бы, как, да, в большей степени, можно сказать, ближе к психологу. Практика, это что такое? Ну, практика, это когда есть разные медитации, ну, то есть, есть активные медитации, связанные с чакрами и так далее, ну, то есть, типа, когда ты прорабатываешь дыхание, допустим, дыхательные практики, вот. Типа цигуна? Да, 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 ну, то есть, вот в эту сторону, парноямы. Это имеет отношение к какому-то религиозному течению? Нет. Это не индуизм? Нет. Кришна никак не присутствует. то есть, мы можем про них говорить, но мы не, это не, вообще, это не, это вообще не связано с конкретной конфессией. То есть, это просто про то, понимание, на самом деле, что все едино. На самом деле, все едино. И если ты посмотришь на мой алтарь, там увидишь и Иисуса, Бога Матери, и Николая Угодника, и Шиву, и Будду. Что бы настоятели церквей православных сделали с тобой за этот алтарь? Не получила ли бы ты полбокодилом, как ты думаешь, за то, что Шива рядом с Николаем Угодником? Я тебе скажу, что я встречала таких, и встречаю периодически, таких и настоятелей, и батюшек, которые очень, знаешь, как не сказать, они тут тоже понимают, что все едино. Даже будучи в Казахстане и общаясь с мусульманами, ты понимаешь, что люди не настаивают на своей конфессии, вот прям конкретно, потому что они говорят, ну, грубо говоря, мы же понимаем, и я прям разговаривала, ну, как бы, с некоторыми людьми, то есть мы же понимаем, что все едино и все про одно на самом-то деле, про любовь, про прощение, про объединение, то есть все в целом про одно. То есть Бог один, просто у него разные имена в зависимости от территории. Ты не являешься прихожанкой какой-то конкретной церкви. Я была раньше прихожанкой конкретной церкви, но через время я поняла, что для меня это не совсем моя история. То есть я себя начинаю чувствовать в каком-то, какого-то степени, знаешь, ученик, который боится не прийти в школу или опоздать в школу. Ну, то есть в какой-то момент, я вот, знаешь, из разряда, вот как в школе иногда говорили, типа, почему Иванов не пришел? Где Иванов? Какого черта? А ты не понимаешь, почему на тебя кричат? Ну, то есть я-то здесь. И вот то же самое иногда происходит в плане прихода, когда там батюшка или священнослужитель может раздавать за то, что, типа, вы не ходите, вы там еще не делаете, вы там, вы ленивые и так далее, и так далее, а ты стоишь и думаешь, так мы же здесь. Мы-то пришли, и мы, ну... Ты была прихожанкой православной церкви? Да. Как я догадался. Ты платишь своему учителю деньги? Иногда да, иногда нет. По желанию, когда я чувствую, что да. Она иногда может мне сказать, типа, Ира, сейчас не надо. Я говорю, а я чувствую, что надо. Может ли быть такое, что ты о чем-то советуешься с Анной, она советует одно, а ты не соглашаешься? Я не могу сказать, что она бы что-то советовала. Вот в чем вся штука. Ну вот прям вот, типа, принять решение и за тебя, или посоветовать тебе, как поступить правильно в этой ситуации. Чаще всего это просто правильно заданные вопросы, на которые, на которые я сама нахожу ответы и сама к чему-то прихожу и в плане сама принимаю решение, что мне сделать, как я чувствую на самом деле сейчас. То есть это все время распутывание к тому, что ты сейчас чувствуешь, как ты к этому относишься, все внутри тебя, просто давай, давай, иди в это, не бойся, не бойся отвечать себе честно. — Можешь ли ты в каких-то вопросах с ней консультироваться, рабочих? Например, сниматься у Андрея Асяна или нет? — Нет, нет, такого вот, такого нет. Нет, нет. Ну вот, я не могу припомнить, чтобы вот прям я могла посоветоваться. Я могла бы рассказать какую-то историю. Ну то есть я уже понимаю, то есть я не хожу как бы к человеку за определенными, знаешь, типа, ответами. Чаще всего мы просто сидим, пьем чай, разговариваем, ну а когда вы, например, ездите путешествовать по святым местам, это история, которую ты оплачиваешь или которую вы складчину оплачиваете? В складчину. А, ну то есть вы прям подруги. Это не из серии, что ты у нее тур покупаешь. Мы подруги, но при этом я понимаю, что если у меня есть возможность и я хочу это сделать в плане, типа, оплатить билеты, ну то есть, типа, из-за себя, из-за нее, я ей это предлагаю и ее вариант сказать да или нет. Ты заметила мою встревоженность, когда я задавал вопросы про твоего учителя? Немножко. Меня слово учитель смутило. Оно, конечно... Если бы ты сказал, мой психолог, я бы вообще, у меня даже не сработало бы ничего. понятие психолог, это конкретно узкая направленность. Когда тебе человек в чем-то действительно учит, ну в школе это же учитель, ты же не называешь его психолог или еще как-то, но он тебя учит, учит жизни, учит не только складывать или вычитать или писать, ну то есть, типа, он тебя еще и жизни учит, ну наставляет в чем-то, помогает тебе разрешить какие-то истории, проблемы и так далее. Ну то есть, и мне кажется, что в целом такого человека стоит называть учитель, а не психолог. Вот. Просто потому, что он чуть шире и больше в плане того, что там. Но я опять-таки, я не могу себя назвать ученицей. Это не в этом плане. То есть, не типа, она мой учитель, а я ее ученица. То есть, я думаю, что может быть, я не знаю, я ее никогда не называю мой учитель, понимаешь? Я говорю, Анна. Она старше тебе? Да. Сильно? Да. Как мама? Ну, в принципе, да, почти тот возраст. Я попробую объяснить, почему я встревожился так по поводу учителя. При этом попробую замаскировать имена, чтобы, и некоторые детали, чтобы не сделать больно близким мне людям. У меня есть друг юности, с которым мы сейчас общаемся чуть реже, чем хотелось бы, и я оказался как-то на мероприятии у этого друга юности, важном, классном семейном мероприятии, я отлично провел время, но там был факт, который меня удивил. Вот в момент этого ритуала с тостами одним из первых он предоставил слово человеку, который представил как мой духовный отец. я удивился. Тем более вышел толкать этот тост человек максимально непохожий на того, кого можно представить духовным отцом. Я подохерел. Когда пришла очередь моего тоста, мой приятель максимально пафосно меня представил, разумеется, потрунивая надо мной, но для незнакомых людей это прозвучало видимо, как сигнал. И когда я пошел отлить минут через пять, первый на кого я наткнулся это был духовный отец, который стал спрашивать типа ну что-то как-то кто-то что-то кто-то ну я там попытался сказать а вы кто расскажите я не важно я там что-то пытаюсь вы кто? И он произнес фразу что я тот кто может жизнь на самый верх поднять а может просто в землю затолкать. Я подумал ооо это не что иное как поиск новой клиентуры и какими бы талантами этот духовный отец не обладал но это максимально всрато и максимально не вызывает у меня доверия вот из-за этого моя встревоженность и когда общаясь с тобой я услышал фразу мой духовный учитель у меня просто как вот забрало понимаешь опустилось в этот момент Анна похожа чем-то на человека в свитере? Один в один Юр шутка нет конечно то есть это другая история Юр да другая абсолютно я объяснил свою встревоженность абсолютно объяснил мне не хочется выглядеть человеком который вот я представляю себе тип людей которые посмотрят это интервью и подумают психолог она ходит к психологу ку-ку ку-ку нет я безумно уважаю эту работу я счастлив что наше поколение наконец-то стало ходить к психологам вы подруги логически летала в Америку и она прилетает сюда чтобы сниматься и мы редко виделись и в какой-то момент вот наверное Маша прилетела в Москву может быть даже уже был какой-то период в моей жизни другой в плане типа развода и так далее я помню я помню что в какой-то момент я даже там жила у Маши вот и мы так прям сплотились да потому что я прям носила Машу на одежду ходила такая типа прям братишки да да мы с Машей прям сдружились это же прям ирония да судьбы что дочь возможно самого преданного Путину артиста России человеку который за что только не топит из-за поправки конституции что его дочь живет в Штатах ну он же сам ездил в Штаты-то и жил в Штатах и пробовал себя в Штатах и просто так сложилось что ну сложилось так как сложилось ну то есть типа дальше не пошло он вернулся вот слушай знаешь я тебе честно скажу я считаю что артисты просто не должны идти в политику никакие артисты не должны идти в политику это мое вот прям мнение знаешь почему потому что артисты очень как сказать очень впечатлительные в первую очередь люди и люди которые могут верить в предлагаемые обстоятельства и сыграть тебе любого человека артист это тот человек которому всегда нужен учитель которому всегда нужен наставник которому всегда нужен кто-то кто его направляет это режиссер начинается сначала с художественного руководителя курса допустим педагога или педагогов на которых ты смотришь с открытым ртом внимаешь все и очень редко кто из студентов вообще подвергает сомнению именно сомнению то что говорит педагог слепо доверяет то есть иногда ты разговариваешь с первокурсниками или там второкурсниками и ты прям понимаешь что это прям такие и я такой же была вот просто птенцы и ты понимаешь что да там вот конкретно ответственность тех людей которые вкладывают какие-то знания и кто тебе попался иногда ты можешь вот в эту сторону и пойти в плане вообще мышления дальше человек выпускается он уже немножко подзомбирован темой грубо говоря наставника ну то есть он ищет этого наставника этим наставником становится либо художественный руководитель театра либо главный режиссер либо кто-то из режиссеров то есть тот кто тебя ведет тот кто тебя развивает да это не значит что у тебя отбитая голова и мышление и ты сам не можешь принимать решения нет но при этом вот эта вот знаешь схема она остается то есть ты немножко как бы ведомый человек а дальше в политике в религии точно такая же схема появляется кто-то как там будь то проповедник или будь то кто-то из политических лидеров которые знаешь ну грубо говоря становятся для тебя кем-то за кем ты начинаешь там идти следовать слушать внимать и более того артисты так быстро переобуваются то есть к этому блин тиран был в Америке сегодня а он в России слушай я никогда не смотрел в таком ключе на это то есть это же реально легко объясняет почему артисты так часто меняют убеждения да да и поэтому и что это в целом обусловлено ну вот естественным природным воспитанием и взрослением и причем знаешь как бы артисты это же дети ну то есть только детская природа помогает артисту оставаться впечатлительным эмоциональным да то есть ты вот в принципе на любого там известного артиста посмотришь и поговорив с ним ты понимаешь что там внутри такая знаешь очень ранимая природа ребенка ну то есть типа впечатлительного ранимого там близко принимающего к сердцу очень многие моменты мы с тобой разговаривали в машине про политику и артистов и ты сказал что я считаю что артист вообще не должен идти в политику но я полистал твой инстаграм и долистал до весны 2019 года и когда Зеленский стал президентом ты написала очень трогательный пост про то что ты веришь в этого человека и ты рада до слез но он ведь тоже артист да но он артист который уже перестал быть артистом в этот момент ну то есть грубо говоря это знаешь так говорят про артистов которые хотят стать режиссерами то есть типа если ты стал лицом к сцене вот то ты уже не должен становиться лицом к зрительному залу то есть это 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 на самом деле очень редко бывает когда человек как режиссер может себя сохранить ну или развивать и остаться хорошим артистом такие примеры есть но их немного вот чаще всего какая-то из сфер начинает страдать ну то есть туда уходит большая часть твоей энергии твоего внимания каждый должен заниматься своим делом максимально честно и направлять туда всю свою энергию и все свои силы но люди же имеют свойство менять ремесло ну меняют тогда меняют полностью ремесло и переквалифицируются и тогда уже ремесло не то что типа не трогают это не к этому но к ним чаще всего их ремесло ну просто оно становится не очень классным ну то есть ты вдруг видишь артиста который становится более точнее менее интересным мы в Ярославской области и проезжали в том числе город Переславль-Залеский который родина Александра Петрова там даже его отель есть проезжая это место в некотором смысле святое я не могу не спросить кого ты считаешь лучшим актером в России прям одного да можно троечку троечку троечка это Александр Яценко это Александр Паль все же Евгений Цыганов о а что ты говорила про сексуальность Паля вот объясни мне как человеку который не может под эту сексуальность попадать ну потому что в среднестатистическом смысле не мне конечно на человеку который выглядит как будто его там переживали и выплюнули об этом говорить но ты что подожди стоп 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 ты же сейчас шутишь нет то есть ты хочешь сказать что ты не знаешь что ты красавчик окей ладно ты про кокетство это именно говорил какой красавчик ты знаешь мем про рабочую сторону ты красивый блин ты это много раз уже говорил это вообще какой-то бред на самом деле и если хочешь у меня есть один человек который прям настолько может поправлять тело что у тебя поменяется даже а как он трактором или голову переедет не ну он конечно немножко хрустит но при этом даже скулу он меняет да не мне это ни в коем случае не надо мне это не рабочая сторона я готов вот так же выглядеть как куриная задница вот и совершенно нормально не нельзя не ладно парни могут так по себе говорить девочкам нельзя почему потому что девочки должны любить себя конечно не ну любить себя можно даже не ну абсолютно резко и на мой взгляд реально оценивая собственно внешность как бы это не меняет даже с изъянами во внешности можно и нужно любить себя Санек он не в классический красавчик но ты ты говоришь что он прям излучает секс да да потому что в нем очень много мужского вот и все ну то есть типа это его притягательность он не притягательный тем что он не смазливый он обаятельный у него вообще природное обаяние оно идет и харизма она идет впереди него и ну блин у него очень такой взгляд знаешь такой как сказать Саша когда куда-то заходит он сразу радар включает да то есть он знаешь он прям ну как бы он типа девчонки расслабьтесь ну то есть в его поле ты действительно сразу себя чувствуешь как бы типа что ты можешь расслабиться что ты девочка то есть это моментально у него ну это его самость такая вот и все это это не деланное это не деланное наверное шакала какой же ты Сашка шакала у тебя рост 184 да поправь кстати на кинопоиске там 192 написано я честно тебе скажу я впервые встречаю девушку не спортсменку у которой рост 184 я слышал и не раз причем что у высоких девушек бывает переживание комплекса из-за того что они такие высокие у тебя такое было? да да было и очень долго на самом деле это нельзя было назвать прям типа комплексом вот таким сильным но в целом я очень долго себя чувствовал неуютно ну то есть просто я все время сутулилась то есть я все время вот так вот угибалась и разговаривала вот так вот ну то есть с людьми так уж произошло что чаще всего в моей жизни я общалась с людьми которые чуть ниже меня и влюблялась в людей которые ниже меня вот поэтому я какое-то время все время ну так ну и вообще стеснялась да стеснялся рост своего когда это ушло? наверное когда начала вообще поход к себе к любви к себе к какой-то не знаю нет наверное это прям просто любовь к себе вот любовь к такой какая я есть высокая красивая что в этом есть моя не то что изюминка но мне классно а это совпало с реализацией в профессии вот прям чисто именно с реализацией я не могу это сказать ну как у тебя поперла карьера и ты поняла блин не ну не так вот прям знаешь типа о меня поперло и мне как бы и до этого в целом было ну неплохо просто наверное все вместе это и реализация какая-то и плюс еще проработка психологическая то есть когда я просто ну знаешь что такое сутулость да конечно я сам сутулюсь нет это чувство вины на самом-то деле ну то есть психологически это считается что человек все время испытывает какое-то чувство вины перед кем-то или перед чем-то то есть и он ну ходит вот так вот когда ты перестаешь винить себя в чем-то ты расправляешься я думаю это просто больная спина нет милочек нет меня до сих пор часто принимают за гея ну не принимают а скорее как бы думают что я гей как часто тебя подозревали что ты лесбия да мне кажется до сих пор я знаешь как бы не могу сказать что это открыто где-то вот происходит так чтобы кто-то ко мне там подкатывал нет но в целом в плане там комментариев и так далее я понимаю что ну в принципе меня это не удивляет если меня и так очень часто путают с мальчиком по жизни и вообще я только в дороге на самом деле в последнее время надеваю вот что-то подобное просто для удобства а так в целом я вообще сейчас так знаешь так максимально пытаюсь вылезать из всех этих костюмов мальчиков а что в юбочке все остальное слушай ну не прям в юбочке но тем не менее если джинсы то стали если верх то может быть обтягивающие то есть просто потому что я понимаю что я сама заколебалась от какого-то такого пацанского образа потому что когда особенно я подстриглась ну то есть уже просто ну невыносимо заходить в туалет и говорю и каждый раз женщины либо шарахаются либо выходят либо заходят и выходят потому что думают что они не в тот туалет попали так что да меня многие думают что я лесбиянка прикольно не прикольно про туалет что что чуваки это прикольно до поры до времени вот когда это происходит очень часто и даже иногда тебя знаешь путают с мальчиком женщины у которых точно такая же короткая стрижка они заходят в джинсах какой-нибудь толстовке и тем не менее все равно тебя путают с мальчиком и там у меня даже недавно в торговом центре там девушки вдвоем начали обсуждать меня вслух ну то есть типа просто ой а я думала это мужской я тоже думала тебя когда-нибудь это напрягало? нет нет никогда ну то есть типа а что можешь напрячь? нет у тебя никогда не было вот этого знаешь девичьего страха что ой у меня такой образ а как же это мужика-то найду сужая сужая конкурентное поле я намеренно сейчас говорю настолько тупым тупым подходом вот слушай я вообще по поводу этого не волнуюсь поскольку во-первых а у меня есть парень а во-вторых я вообще кокетка то есть я на самом-то деле я люблю эту энергию вот потому что она прикольная но я всегда ну это делаю так дистанцированно то есть я понимаю что я не перехожу грань но при этом я никогда не чувствую себя не девочкой в компании парней то есть раньше у меня такое было сейчас у меня такого нет ты в детстве мечтала быть милиционером ну какой-то период был момент не прям мечтала вот как бы одна из историй а ты помнишь возраст сколько мне было лет 8 8 мне почему-то показалось что это желание могло появиться после того что у тебя случилось в 11 лет это не связано нет вообще не связано я смотрел твой монолог на канале вместе и вообще канал вместе это отличный канал друзья мы ссылку прикрепим внизу просто сходите и посмотрите то что эти люди снимают и как там знаменитости рассказывают о себе это очень круто Ира рассказала на этом канале про то как в 11 лет ты уже жила в подмосковье ты шла вдоль леса рядом с лесом домой из школы и ты наткнулась на чувака которых вы называли драчунами это взрослый мужик он остановил тебя и начал драчить ты рассказала насколько для тебя это была травма большая и ты никому не рассказала почему ты не рассказала бате знаешь человеку который просто мог бы его найти и либо открутить голову либо сдать его ментам это такая психология психология того человека с которым что-то подобное произошло это это уже прям доказанная схема то есть это люди которые потом не рассказывают об этом они очень то есть там столько начинается каких-то загонов особенно в подростковом возрасте ну вплоть до того что типа я виновата мне стыдно мне стыдно вообще про это рассказать и ты себя чувствуешь виноват и вот чем вся штука то есть это проблема и я знаю в моем окружении есть девчонки с которыми произошло тоже насилие вот в детстве то есть кому-то даже было меньше чем мне там в 9 лет вот и они они смогли об этом рассказать только уже потом когда выросли вот потому что ну невозможно об этом рассказать когда ты маленький просто потому что это страшно ты винишь себя но вот я почему рассказала эту историю о том что отношения ребенка и родители должны быть максимально доверительными ну то есть типа в таком случае как мне кажется опять-таки ребенок может ну что-то рассказать вот если ребенок не боится еще раз не дай бог чтобы это было актуально но допустим по какому-то менее важному поводу как мне построить отношения с дочерью и с сыном чтобы вот они могли о таком рассказать ну из самого простого это действительно про это поговорить вот сказать что если не дай бог кто-то к тебе что-то чего-то прикоснется или или ты почувствуешь что это что-то происходит неправильное по отношению к тебе ты а должна это пресечь не позволить чтобы это произошло и самое главное рассказать если это действительно произойдет вдруг потому что мир он такой есть разные люди и в этом мире к сожалению или к счастью все может произойти поэтому если вдруг с тобой будет что-то подобное пожалуйста расскажи сразу но в целом понимаешь что такое может произойти поэтому там одна не ходи и то в общем много всего то есть это разговор напрямую по поводу то есть не запугивать ребенка но в целом сказать ему что мир не такой доброжелательный иногда еще совершенно жуткая история про то как ты ходила к гинекологу в 14 лет ну как такое возможно и студенты вошли когда-то ты там была и просто не спрашивая разрешения пригласили к осмотру студентов да хотя ты и так там была чувствовала себя так как чувствует большинство девочек в этом возрасте гинеколога ну фак как я тоже не понимаю как и знаешь я тебе скажу что такое даже происходит и со взрослыми людьми вот и у моей подруги была почти такая же история когда ей делали осмотр а потом оказалось что она входит чуть ли не в лекторий неожиданно для себя и ее настолько как бы знаешь в такие моменты тебя просто парализует от шока происходящего и от того что все ведут себя как будто бы это нормально и ты тогда в этой ситуации ну я не знаю может быть это даже какой-то синдром есть ну то есть ты в этой ситуации тоже типа это же врач понимаешь врачи это особые люди ну то есть им доверяют свою жизнь полностью ну то есть типа и когда ты находишься в лечебном заведении особенно если тебе там предстоит операция ну то есть ты полностью доверяешь врачам то есть ты у тебя нет вопросов о том что он что-то может сделать не так или неправильно вот просто это клиника при институте я не хочу говорить сейчас что это за институт вот но при этом ну чтобы сейчас короче это это произошло и просто знайте что это неправильно если с вами такое происходит обязательно просто пресекайте это и говорите стоп а ну-ка блять закрыли дверь и вышли отсюда вот с той стороны история которая в лесу случилась она сильно твои отношения к мужикам поменяла очень потом я это осознала но в целом уже на тот момент конечно да конечно я я боялась вообще взаимоотношений я не хотела ни с кем как бы контактировать в плане любовных взаимоотношений очень долго и да и когда дело шло в сторону уже секса то я просто прям аааа не-не-не никакой секс все до свидания ты ты грязный ты плохой ты хочешь чего-то плохого от меня вот такое вот отношение ну потому что со мной произошла вот такая история то есть для меня уже как бы увидеть это еще раз ну то есть просто нет нет как же случилось в первый раз по любви и по абсолютному доверию вот ну типа ты встретила принца и растаяла смогла довериться ну да не сразу конечно не сразу но это так и произошло и абсолютное доверие но трясло меня адски просто даже раздеться ну я думаю что это со многими девочками происходит у тебя есть понимание почему в России девчонки терпят насилие пацанов иногда бывает обратное насилие меня часто поправляют об этом в инстаграме да есть мужики которых тоже бьют женщины это чистая правда вот но их все-таки меньше чем наоборот и это тоже плохо знаешь мне кажется что есть у нас такой ментальный чип под названием стерпится слюбится он касается и взаимоотношений это какая-то такая прививка на самом-то деле где-то там в подкорке ну то есть вообще терпеть терпеть все что угодно нравится не нравится спи моя красавица то есть типа у нас ну нас воспитывают так ну то есть очень часто воспитывают так что типа мало что ты хочешь мало что тебе нравится не нравится надо делать надо 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 как бы не так много привито вообще что-то по любви ну то есть типа когда с тобой разговаривают и говорят хочешь это делать то есть твое это там где ты чувствуешь желание и любовь и тебе хочется там находиться некоторым просто это неудобно неудобно ну то есть даже вплоть до того чтобы там поменять школу ну блин какой геморрой нам надо сейчас искать школу а то что там педагоги которые полностью отбивают у тебя желание учиться у твоего ребёнка и поверить в эту историю гораздо сложнее. Легче назвать ребёнка просто, знаешь, типа... Трудно. Трудный, либо ленивый, либо ты всё придумываешь и так далее. Может быть, где-то так и происходит, но иногда происходит и по-другому. И вот это вот забивание на себя, забивание на твои чувства по отношению, ну, как бы родители по отношению к детям, и воспитывают то, что ты с возрастом начинаешь забивать на свои чувства и забивать на то, что тебе что-то не нравится или ты в какой-то ужасной ситуации. Плюс у нас очень много деструктивных семей. У нас таких семей, которые, знаешь, типа счастливы, общаются, разговаривают, не кричат, не выясняют отношения с помощью, там, криков и ссор или, там, не дай бог, драк, а просто проясняют ситуацию. Ну, то есть, типа, те люди, которые уже владеют причинно-следственной связью и психологией, и изучают это. Вот. В большей степени люди этим не интересуются, не изучают, кажется, что это какая-то фигня. Вот мы раньше жили вот так вот, и всё как бы нормально. Да нет, ребят, ненормально. То есть, и это даёт свои плоды. И даёт плоды именно в том, что вы терпели такое отношение к себе, и ваши дети потом привлекают подобные отношения к себе и терпят точно так же. И потом все удивляются, как это так она терпела, или как это так он терпел. Да всё потому. Потому что просто впитали это в этой среде. К сожалению. Такой набор стандартный, короче, керамиста современного в России, обычно испанская глина, немецкая печка и японский гончарный круг. А ты японский? Русский. И глина русская. Знаете, я до сих пор иногда стесняюсь серьёзно рассказать, что я на самом деле беру русскую глину, самую простую, в общем. И меня она очень устраивает. Я очень её люблю, серьёзно. Я бы тебе предложил сделать что-нибудь большое. И не круглое. Как тебе такое, ребят? Давай, давай, давай. Как ты к этому пришёл? Ну, я оказался в мастерской в связи с тем, что мне нужно было заказать керамику когда-то. Когда-то я всерьёз занимался чайной церемонией, китайской чайной церемонии, и планировал поехать на чемпионат чайных мастеров. Он тогда там один из первых проходил. Мне просто нужна была керамика, и я оказался в гончарной мастерской в Вологде у своего будущего учителя, Владимира Васильевича Холщагина. Первый день мы провели за обсуждением. Насколько я помню, через какое-то время я появился у него снова. Так как какие-то нюансы были не совсем ясны из моих объяснений, он попросил меня что-то там где-то помять, где-то что-то. Потом чуть-чуть я посидел, поковырял эти предметы, которые он сделал. Как-то чуть-чуть попытался их обрабатывать. Ну и потом я оттуда ушел, даже заказ свой не забрал, по-моему. Сильно жизнь не поменялась на какой-то период времени. Через год вернулся, попросил взять меня в ученики. Он сказал, что в принципе можно попробовать. Я спросил, сколько стоит. Он сказал, если серьезно, то бесплатно, а если побаловаться, то за деньги. Ну и действительно фраза засела у меня, я думаю, на всю жизнь. Штука в том, что как-то сложно сосредоточиться. А в любом случае, мне кажется, основной инструмент любого развития — это же внимание. Внимание, да. Чем более ты сосредоточен, тем больше ты получаешь наслаждения от этого процесса. Но мне кажется, что они в обе стороны работают. Это наслаждение, оно возникает естественно, но оно же и порождает это внимание. Мы с тобой вот начнем красить. Ты увидишь, что все оттенки видны тебе достаточно явно. Где-то они вдруг начнут исчезать. И проявятся они только через еще несколько этапов. Пройдется ушко, все высохнет. Все оттенки буквально нивелируются, все переходы. Практически ничего не видно. И потом, когда ты уже обжигаешь второй раз, покрываешь глазурью предмет, он как стекло, глазурь. проявляет все нюансы, оттенки, мелочи какие-то. Это увлекательная история, когда это для тебя остается все равно чудом на последнем этапе каждый раз. Когда перестает таким становиться, это ужасно. Когда ты точно знаешь, что получится. Да-да-да. Ты родился и вырос здесь? Да. И никогда не пробовал уехать? Пробовал. Не получилось? Не захотелось. Я чуть-чуть пожел там, сям. Нет. Очень хотелось вернуться. Ну, как я и говорил уже. Чем тебе нравится? Ну, меня устраивает этот ритм, но ты чувствуешь, что здесь гораздо медленнее все происходит. Да. То есть здесь можно быть медленным, и это не выглядит диким. В итоге сделала, ну, можно сказать, это салатница для греческого салата. Но необычная. Глубоко. Глубоко необычная. Слушай, вот знаешь, ехала за одним, получила другое. То есть это такой инсайт крутой. По-моему, мы говорили про реализацию и про мое отношение сейчас к этим морковкам, которые вокруг тебя. Типа надо сделать это, надо сделать это, надо стать этим, этим, этим. И мы вот в этой гонке вообще перестаем жить, перестаем видеть, перестаем себя слышать. И нам все время кажется, что мы, не добившись чего-то того, что мы себе поставили, а возможно это просто там, знаешь, доказать кому-то и много-много всего. Вот в этой погоне за реализацией мы относимся к себе как к полуфабрикату. То есть как будто бы типа я еще не до. Я вот стану тем, кем должен, потому что когда у меня будет это, 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 я сделаю то-то, то-то, то-то. И так будет до бесконечности. Ну то есть типа, потому что основная история – это то, что ты это делаешь из-за умозаключений, а не из-за того, что ты это любишь и просто хочешь, и тебе не важен обратный результат. Ну то есть типа просто ты это делаешь. Результат придет в любом случае. И с глиной вообще произошел такой просто, знаешь, какой-то момент откровения, потому что я увидела вот то, о чем я сейчас говорила конкретно вот в глине. То есть вот белый пакет, вот мы его вскрываем, вот там лежат три брикета, да. Для кого-то реализация своего таланта и вообще того, что он делает – это сделать три брикета из глины и упаковать сначала вот в мешок, да. И это даже эстетически будет для него как-то правильно, гармонично и красиво, да. И это однозначно как готовый продукт, знаешь, такой типа конечный. Вот. А для нас он просто, мы его просто вскрываем, открываем. Возможно, этот человек к этому не относится, но это как бы по факту становится, ну вот, типа моей реализацией. Вот сама по себе глина, она ценна? Или она ценна только тогда, когда я из нее что-то слепила? И это такая же самоценность по отношению к себе вообще и к людям вокруг. Ну то есть типа мы ценим друг друга за что-то, или просто потому что ты есть. И становится ли эта глина вот действительно чем-то важным или более важным, потому что я из нее вот вылепила и сделала вот так вот, вот так. Она та же самая глина, просто она поменяла форму из-за коллабы со мной. – Коллабы? – Да. Но для меня это было каким-то вот таким откровением по поводу того, что самоценность вообще всего вокруг. Ну то есть типа и себя, и людей вокруг, и вещей. Ну то есть что все абсолютно уже есть, оно уже все состоялось. Ты родился, и все уже есть. Блиц! Я спрашиваю коротко, ты отвечаешь не обязательно коротко. Вандарчук или Серебренников? Серебренников. Гудков или Лапенко? И Гудков, и Лапенко. Три качества, которые тебя бесят в людях? Невнимательность. Все. Прозвище, которое у тебя было в детстве? Ирка, дырка, горба, горбачиха, горбатая доска, гроб, баба-мужик. Гроб? Гроб. Почему гроб? Ну потому что Горбачева, не знаю почему. А, логично. Любимый алкогольный напиток? Вино. Красное? Красное. Три человека с самым крутым чувством юмора в России? Гудков, Лапенко, и Назар, Назир, как… Нет, не Назир, стендап-комик… Нурлан. Нурлан. Нурлан с… Как вы все так любите, Нурлана? Он красавчик. Ненавижу тебя. Сколько тебе будет в 2036-ом? Так, сейчас 20-ый… Плюс… В каком? В 2036-ом году. В 2036-ом. Плюс 16. Мне сейчас 31… 40… Семь лет. И финальное. Браво! И финальное. В чем сила? Мне кажется, во внимании. Вот. Во внимании. То есть там, где твое внимание, там появляется сила. И она может быть разной. Просто потому, что ты можешь в эту сторону пойти, в другую сторону пойти вниманием своим. Но там, куда ты направляешь внимание, там всегда начинает появляться сила. И эта сила может быть разрушающей для тебя или наоборот созидающей. КОНКУРС Конкурс! Что ты приготовила? Шарлотку! Ира кормила нас шарлоткой — это типа шутка. Пацаны, вы бы почувствовали эту шарлотку, а йогурт, который по этой шарлотке просто вот так вот разлегся. Но ты отказался сейчас. Он разлегся именно, а не растекся. Он был густой такой. Ты просто ложку всаживал туда и… Ох, пацаны. Сейчас просто уже начало одиннадцатого, и сейчас никакая шарлотка невозможна. Но это просто лучшее из яблок, что я ел за последнее время. У Сереги уже просто взрывы в желудке сейчас происходят. Поэтому простите за звуковые помехи. Что ты приготовила как приз? Как приз я приготовила вот эту вот вазу, которую сделал как раз Иван. О! И которую я у него купила когда-то, когда я первый раз приехала в Вологду, в один из самых красивых, кстати, городов, в которых я была. Вот, и вот эта вот ваза, которую я очень люблю реально. То есть мне с ней расставаться на самом деле немножко так. Но я понимаю, что ну ничего. Ничего? Будут еще вазы. Сама сделаю. И это не вологодский стиль, у нее же свой стиль, да? Да, да. Это скорее японская керамика получается. Условия конкурса. Ты в одном из интервью говорила, что твоя мечта — это музыка. Давайте придумаем название для музыкальной банды Иры Горбачевой. Все-таки хотелось бы, чтобы вот группой «Огонь» ты не ограничивалась. Понятно, что чуваки классно танцуют, они яркие, вот, но к глубине резкости есть вопросы. Своя банда появляется у Иры Горбачевой. Как она должна называться? Предложите название, и если еще вдруг объясните, ну, если вдруг надо будет объяснять, хотя для хорошего названия удачного не надо будет объяснять, то будет вообще классно. Все это в прикрепленные комментарии. Друзья, мы научились наконец-то, как делать так, чтобы в комментарии оставалось место. Просто когда набирается 500 комментариев, мы там делаем некий финт, все учитывается, все будем следить за тем, чтобы к прикрепленному комментарию можно было эти оставлять комментарии. Ира, спасибо тебе большое за эти пару отличных, интересных дней. Да, вообще, было классно. Будет дуть, дуть, будет Юрий. Юрий будет дуть, дуть, yeah.